Добрый день всем подключившимся. Меня зовут Александр Лавров. Я работаю в Медико-генетическом научном центре в лаборатории редактирования генома. Лаборатория занимается этой тематикой чуть больше трех лет. И я вам расскажу сегодня об основах геномного редактирования, практически не затрагивая собственную нашу работу. Лекция состоит из четырех частей. Вкратце разберем историю геномных редакторов, которая мне сама по себе кажется довольно интересной. Естественно, принцип работы CRISPR-Cas9 и то, как пытаются применять геномное редактирование в медицине, в том числе, что уже дошло до клинических исследований. А кое-что уже доступно в виде препаратов, готовых для применения, одобренных для применения. Итак, краткая история геномных редакторов. Редактирование ДНК с помощью геномных редакторов стало доступно уже, получается, около 30 лет. В 90-е годы были открыты мегануклеазы. Очень неудобные в современной точке зрения инструменты, потому что мегануклеазы могли редактировать и распознавать последовательности ДНК, те, которые сложились эволюционно там, где их удалось найти, из тех микроорганизмов, из которых удалось выделить. Для того, чтобы заставить мегануклеазу распознавать какую-то другую последовательность ДНК, ненативную, нужно было применять довольно сложную белковую инженерию. Мегануклеазы прямо белком распознавали последовательность 20-40 нуклеотидов и, обладая эндонуклеазной активностью, расщепляли ДНК. Примерно в те же годы были открыты в поздние 80-е так называемые цинковые пальцы, которые тоже за счет белок ДНК в их взаимодействии распознавали какие-то последовательности ДНК. Но здесь, что очень важно, что уже можно было определять с помощью аминокислот те триплеты, которые будет распознавать фермент цинковых пальцев. И таким образом генной инженерии оставалось все еще сложной, но уже чуть-чуть попроще, чем с мегануклеазами. Цинковые пальцы не обладают нуклеазной активностью, поэтому нужно было еще дополнительно к цинковым пальцам добавлять фьюжины, так называемые слитые белки, нуклеазы, которые, собственно говоря, вызывали расщепление, когда цинковые пальцы распознавали некую последовательность, целевую последовательность ДНК. Позднее были обнаружены таллины, и применение их в генной инженерии началось в 2000-е годы. И эти молекулы, белковые молекулы, уже распознавали индивидуальные нуклеотиды. Определенные сочетания аминокислот напрямую распознавали конкретные нуклеотиды в ДНК. И таким образом можно было запрограммировать первичную последовательность белка таллин для того, чтобы он очень специфично распознавал единичные нуклеотиды. Они также не обладают нуклеазной активностью, поэтому к ним нужно было делать фьюжены для того, чтобы разрезать ДНК. И на самом деле первые протоколы, которые дошли до клинических исследований и даже дошли до практики, это протоколы, основанные на цинковых пальцах и на тайнах, как на более старых инструментах. Ну а в поздних 2010-х появились инструменты на основе CRISPR. CRISPR чем удобны? Удобны тем, что они распознают точно так же единичные нуклеотиды в целевой ДНК, но при этом никакой сложной генной инженерии не требуется. Требуется только добавить матрицу РНК, которая будет комплементарно распознавать целевую последовательность ДНК. О том, как это делается, посмотрим чуть позже. Как эти CRISPR-системы появились? Что произошло? Вообще первое описание относится к 87-м и 93-му году. Есть расхождение, кто и что впервые описал. Но исследователи просто обнаружили удивительные повторяющиеся последовательности в некоторых геномах бактерий. И в 2005-м году было высказано предположение, что это своеобразная иммунная система бактерий, которая позволяет защищаться им от вирусов, от бактериофатов. В частности, тогда же был открытый нуклеазок, ас-9, который сейчас активно используется как инструмент в генной инженерии. И примерно в то же время, чуть позже, в 2006-м году, наш соотечественник, биоинформатик, предложил схему функционирования этого адаптивного иммунитета у бактерий и расписал, как она могла бы работать. А в 2007-м году эта схема уже получила экспериментальное подтверждение. И мы еще вернемся к истории открытия. Сейчас посмотрим, как уже с современной позиции, 2013-го года, статья, из которой взята иллюстрация, как с современной точки зрения работает адаптивная система бактерий, иммунная система от вирусов. При первичном поражении бактерий вирусной частицей, если бактерии удается пережить это, естественно, первое столкновение нужно каким-то образом неспецифическим пережить. Если бактерия переживает, то вирусная частица, точнее ДНК из вирусной частицы, разрезается каким-то случайным образом на фрагменты. И некоторые из этих фрагментов, обозначенные здесь как спейсеры, они попадают в геном бактерии. И, собственно говоря, вот эту перемежающуюся последовательность из одинаковых блоков квадратных и небольших блоков разных впервые увидели и заинтересовались, не совсем поняли поначалу, что это такое, и потом несколько лет прошло, прежде чем было предположено, что это иммунная система. Как же работает эта иммунная система после того, как ДНК вируса попадает в ДНК бактерии, небольшой ее фрагмент? При последующем столкновении этой бактерии с тем же самым бактериофагом происходит синтез кассеты, на которой находятся как вот эти перемежающиеся последовательности, так и фермент, в данном случае КАЗ-9, и еще другие вспомогательные РНК. Все вместе они собираются в комплекс, в котором белковую часть представляют нуклеазы, или несколько нуклеазов в других системах, потому что это не единственная система Криспор КАЗ-9, их позднее было открыто множество. Совместно со вспомогательной РНК и с вот этим спейсером, который был получен из бактериофага, образуется комплекс, который за счет молекулы из спейсера распознает очень специфически молекулы фаговой ДНК. После этого происходит разрезание фаговой ДНК в этом месте, где контактирует КАЗ-9 нуклеаза, ну и таким образом разрушается входящая ДНК вируса. Что очень интересно еще здесь можно заметить, что добавляются фрагменты из ДНК вируса последовательно в цепочку таких вирусов. То есть наблюдая за этим локусом в геноме бактерии, можно наблюдать ее эволюцию, то, как она сталкивалась с фрагментами вирусной ДНК. Безусловно, она не растет бесконечно, в какой-то момент они начинают выпадать, но тем не менее, интересный факт позволяет ученым, исследовать в том числе эволюцию бактерий. Дальше в течение нескольких лет произошло несколько довольно технических, но очень важных открытий. В частности, поначалу было непонятно, что система работает именно с ДНК. Были предположения, что это вроде что-то, что-то вроде малых интерферирующих, ингибирующих РНК и РНК-РНК взаимодействия ожидали, но нет, оказалось, что действительно система взаимодействует напрямую с ДНК и разрезает ее. Чуть позднее было показано, что есть отдельные системы, их меньше, которые могут воздействовать напрямую на РНК. Было показано, что ДНК разрезается двуцепочечно, и был открыт так называемый ПАМ. ПАМ-последовательность – это небольшая последовательность в геноме, ну, когда ее открывали в геноме вируса, которой нету в последовательности бактерии, потому что, если мы вернемся и посмотрим вот здесь, то если бы эта последовательность была полностью идентичной вирусной, то тогда разрезы происходили бы и внутрибактериальной ДНК. А за счет того, что есть последовательность ПАМ в вирусе, которой нету в бактериальном геноме, бактериальный геном не разрезается. Вот это было тоже установлено в последующие годы. И, наконец, было понятно, что в 2011 году, что вся система состоит из трех компонентов основных. Нуклеаза – белковый компонент, и две молекулы РНК. Одна нацеливающая весь комплекс на какую-то ДНК-матрицу, и вторая – вспомогательная. В 2012-2013 году, что здесь выделено рамочками, произошли несколько интересных событий. Было опубликовано примерно в одно и то же время, как это часто бывает, публикация подана чуть раньше, опубликована, выйти в печать она может чуть позже, одновременно еще это сопровождалось патентованием работ. И получился такой интересный казус, что несколько работ выходили примерно в одно и то же время, описывающие самое главное, как использовать CRISPR-Cas9 систему для того, чтобы редактировать ДНК, во-первых, в эукариотах, во-вторых, более простыми способами. В частности, было показано, что можно объединять РНК, укорачивать их, особенно направляющие РНК, вот ту часть, которая является спейсером в бактериальном геноме, она чуть длиннее, чем необходима для распознавания матрицы. Матрицу ДНК можно распознать по 20 нуклеотидам минимум. Соответственно, чем меньше нуклеотидов, тем проще синтезировать такие молекулы. И таким образом были изобретены фактически в 2012-2013 году независимыми группами инструменты. И поскольку они публиковались и патентовались практически одновременно, то в настоящий момент эти четверо прекрасных ученых находятся в бесконечных и порой очень увлекательных патентных спорах. Ну а научное сообщество, к счастью, кстати говоря, научное сообщество может заниматься разработками, совершенно невзирая на патентные войны, но при необходимости коммерциализации продуктов, полученных с инструментами на основе CRISPR-Cas9, возникает, естественно, множество вопросов, кому что принадлежит и кому за что нужно заплатить. Как же работает с современной точки зрения CRISPR-Cas9? Что мы знаем и что мы используем? В настоящий момент эта система упрощена максимально до двух фактически основных компонентов. Первое – это нуклеаза Cas9, и второе – это так называемая направляющая РНК, гайд РНА, которая состоит из двух изначально бывших разными с прикладной точки зрения просто сокращенных в одну молекулу из двух частей. Первая часть – это часть, собственно, которая распознает таргетную последовательность, вторая часть – это вспомогательная часть, которая нужна для формирования полного комплекса Cas9 и РНК. Когда происходит сборка нуклеаза Cas9 и направляющая РНК, то Cas9 в состоянии садиться на молекулу ДНК и скользить по ней, распознавая ПАМ-последовательности. ПАМ-последовательность – это очень короткая последовательность. Классическая ПАМ-последовательность – это триплет N, то есть любой нуклеотид GG, и можно легко представить, что таких последовательностей в геноме большое количество. То есть Cas9 в принципе может задерживаться на какие-то доли секунды в большом количестве мест генома. Но когда такая задержка сопровождается распознаванием предшествующий ПАМ-последовательности из 20 нуклеотидов, то Cas9 включается и проводит двуцепочечный разрыв. Причем концы образуются тупые. Ну и собственно говоря на этом заканчивается работа CRISPR-Cas9. Дальше включаются механизмы, не имеющие никакого отношения к этим патентным воинам и к геномным редакторам. Начинается репарация ДНК. В клетке в основном репарация таких разрывов происходит в подавляющем большинстве случаев путем негомологичного соединения концов. Такой механизм приводит к большому количеству ошибок. Как вставок, так и потерь небольшого количества нуклеотидов. Одного, двух, реже трех, четырех, пяти, шести, восьми и так далее. И в результате таких сшивок с ошибками в большом числе если мы обеспечиваем такой разрез внутри гена, то происходят две крамки считывания, классическая эндомутация с образованием стоп-кодона и нокаут, выключение гена. Это очень удобный инструмент для получения нокаутов и для исследований. В медицине такое тоже может быть использовано, но, конечно, в большинстве случаев нужно не ломать, себя восстанавливать. И для таких случаев нам нужно точно в этом месте заменить последовательность испорченного ДНК на нормальную. Как в клетке это в норме происходит? В норме клетка обладает механизмом гомологичной репарации, который активен относительно всего клеточного цикла непродолжительное количество времени, работают в основном во время удвоения ДНК в синтетической фазе. И что здесь важно? Что в клетке обычной для гомологичной репарации может быть использована гомологичная хромосома. Это логично. Но гомологичная хромосома одна, пространственная она может быть в каком-то другом месте, и поэтому в клетку обычно добавляется донорная ДНК с тем участком ДНК, который должен заменить поврежденный участок ДНК. Кроме того, если мы говорим про наследственное заболевание, асомно-рецессивное заболевание, то при гомозеготном состоянии, естественно, гомологичная ДНК второй хромосомы тоже несет мутацию. Что происходит? Плечи гомологии. Здесь взятая иллюстрация из одной из работ, которую мы рассмотрим сегодня, чуть подробнее позднее. Здесь пока важно увидеть, что есть левое плечо гомологии, которое гомологично части интрона матрицы и части экзона матрицы, и правое плечо гомологии, где тоже есть гомология как интронной части, так и экзонной части. Классические плечи гомологии для включения классического механизма гомологичной рекомендации составляют порядка тысячи нуклеотидов. То есть у нас где-то здесь тысяча нуклеотидов и здесь тысяча нуклеотидов. А между этими тысячами нуклеотидов можно вставить практически все, что угодно. Ну, в данном случае авторы взяли и вставили то, что нужно. На самом краю плеча гомологии вставили три нуклеотида. Это была попытка исправления делеции, самой частой делеции дельты F508 при муковисцидозе. Соответственно, в образце была делеция, а в матрице для гомологичной репарации были три нуклеотида вставлены. Ну, и еще была вставлена довольно большая кассета, состоящая из генов для селекции, которые были нужны для контроля проходящего эксперимента. Мы посмотрим, что дальше. Ну, и таким образом можно по месту разреза вставить практически любую последовательность или заменить на нормальную последовательность, которая должна быть вместо мутации. Что позволяет делать CRISPR-Cas9? Как и другие геномные редакторы, позволяют проводить вот эту самую гомологичную репарацию по разрезам. Что удобно с CRISPR-Cas9, если сравнивать вообще с классической генной терапией? Это необратимость изменений. Разрезали, зашили, причем в ДНК изначальной, не привнося внешнюю ДНК, как это было поначалу придумано в рамках классической генной терапии, когда привносится в организм дополнительная копия нормального гена. CRISPR-Cas9 одно время называли инструментом, который превратит молекулярную биологию, что-то вроде гаражных кооперативов, компьютерных технологий, которые перевернули мир и привели к открытию и распространению персональных компьютеров. Ну, оказалось, что все-таки геномное редактирование чуть посложнее, но тем не менее. Легкий дизайн и простота работы с этой системой и довольно высокая эффективность, особенно если речь идет о поломках, о нокаутах. Это позволяет делать очень много исследований по множественному нокаутированию, по анализу эффектов мутации, по анализу эффектов генов, открывать большие возможности в экспериментальной биологии. Но есть и отрицательные черты, особенно у первых систем Cas9 довольно низкая специфичность была, не обязательно все 20 нуклеотидов должны были взаимодействовать с последовательностью и небольшие несовпадения в 1-2 нуклеотида, особенно по 5-3 к концу, то есть по самому дальнему концу, могли приводить к неспецифическому разрезанию. Одно из очень сложных, не непосредственно связанных с CRISPR-Cas9, а вообще осложнение любого вмешательства в геном, в том, что повреждения репарируются той системой, которая быстрее работает и эффективнее в клетке. Это не гомологичное соединение концов. Гомологичная репарация происходит с меньшей частотой. Ну и, наконец, для некоторых заболеваний, актуальное исправление, или некоторых ситуаций, даже не обязательно заболеваний, коррекция обоих аллелий, ну а это тоже вероятностный процесс, не всегда происходит коррекция обоих аллелий. И, тем не менее, простота и достоинства этой системы позволили просто взорваться миру молекулярной генетики и биологии, и произошла реально действительно революция в этой области. Как боролись и борются до сих пор с неспецифичностью и с малоэффективностью работы системы? Мгновенно начались попытки генной инженерии для того, чтобы улучшить специфичность чувствительности и эффективность специфичности системы. Они были направлены в две стороны. С одной стороны, к молекулам КАЗ-9 добавлялись различные фьюжины, которые позволяли, например, как здесь, с помощью нуклеаза ФОК-1 делать одноцепочные разрезы, а нуклеазную активность, собственно, КАЗ-9 была повреждена либо только в одной половине, как в этом примере, либо в обоих. Она называется ДЭТ-КАЗ-9, то есть она не может вносить сама разрезы, а разрезы вносит ФОК-1, что позволяют делать такие системы? Они позволяют более специфично вносить разрывы. То есть нужно уже распознавать не 20 нуклеотидов, а 20 нуклеотидов здесь и 20 нуклеотидов здесь, чтобы корректно села вся система и внеся одноцепочные разрезы здесь или с помощью поврежденной КАЗ-1 нуклеазы, либо здесь с помощью ФОК-1 нуклеазы, такие двуцепочные разрезы могут быть еще и с липкими концами, что увеличивает точность репарации и возможность вставки вместо разреза каких-то геноинженерных конструкций. Также были придуманы изменения в результате белковой инженерии, которые позволяли уменьшить неспецифическое взаимодействие КАЗ-9 с ДНК, поскольку, как перед этим я уже говорил, КАЗ-9 в принципе распознает ДНК и садится на нее и скользит по ней, распознавая все последовательности ПАМ, то уменьшение ее связывания с ДНК неспецифического приводило к повышению специфичности работы КАЗ-9 в комплексе с направляющей РНК. В настоящее время существует огромное разнообразие нуклеаз, выделенных как изначально и геноинженерно исправленных изначально и СПКС-9, а также из других организмов СА, стафилококк, мейсерия, еще много других организмов, из которых выделили нуклеазы. Чем они отличаются? Основные отличия, которые интересуют генных инженеров, это ПАМы, потому что ПАМ, несмотря на то, что NGG встречается часто, тем не менее иногда коммутации, или локусу, который нужно отредактировать, не удается подобрать из GRNA, нет там NGG. Поэтому разнообразие ПАМов расширяет возможности использования генных редакторов на основе CRISPR-CAS-9. Второй важный момент – это то, какие используются направляющие РНК. Их длина, их конструкция тоже позволяют с большей или меньшей точностью направлять весь комплекс на таргетные последовательности ДНК. Ну и, наконец, размер. Немаловажная характеристика геномных редакторов, поскольку геномные редакторы нужно каким-то образом в клетки доставить. И чем меньше геномный редактор, тем больше возможностей открывается для того, чтобы доставлять с помощью вирусных систем, липофекций и других. Но в основном, конечно, интересуют вирусные системы, а среди них аденоассоциированные вирусы в настоящий момент являются наиболее эффективным способом доставки конструкции инвива. Но они обладают малой пакующей способностью. Поэтому чем меньше конструкция берется, тем больше вероятность успешной сборки целого инструмента, позволяющего редактировать последовательность ДНК инвива. Что сейчас делается в направлении клиническом? Мы совсем здесь никак не рассматриваем множество работ, где используются те же самые инструменты CRISPR-Cas9 для решения других задач, в частности, определения функций генов. Мы пока здесь говорим только о клиническом применении. В клиническом применении стратегически видно два возможных подхода. Первый подход – это редактирование экс-вива. Берем клетки пациента, редактируем их экс-вива. В клеточной культуре мы их полноценно, качественно характеризуем, что мы отредактировали только нужный фрагмент, что мы отредактировали все клетки, размножаем отредактированные успешно клетки, что нет никакой офф-таргетной активности, то есть каких-то случайных разрезов. И после того, как убеждаемся, что клетка того же самого пациента, аутологичная трансплантация получается, того же самого пациента, успешно отредактированная, работает как необходимо, ее можно посадить обратно. Второй вариант – это редактирование ин-вива. Доразумевается, что мы вводим каким-то образом CRISPR-Cas9, либо в виде плазмид, с которых синтезируется и белок, и РНК направляющая, или вводим напрямую комплексы белок РНК, уже собранные в организм, и они там должны каким-то образом попасть в целевые клетки и вызвать редактирование в нужном проценте клеток, не вызывая никаких побочных эффектов, желательно, естественно. При этом могут быть потребности в системном введении, так чтобы конструкция попадала в максимальное количество тканей, или достаточно, или необходимо для того, чтобы конструкция попадала в какую-то отдельную ткань. Например, как здесь нарисовано в печень, при, например, наследственных заболеваниях нарушениях обмена, когда какие-то ферменты не синтезируются в печени, и исправление синтеза нужного фермента в печени уже приводит к клиническому эффекту. Одним из самых первых заболеваний, которое попало в фокус, естественно, было самое частое моногенное заболевание, мукоэсцидоз, и мутация, самая частая мукоэсцидоза, потеря в 508 положении фениланина. Эта картинка все из той же статьи, до этого мы ее смотрели. Что здесь сделали ученые? Они добились того, что... Давайте вот отсюда, снизу начнем. В матрице, которую нужно было исправить, была потеря трех нуклеотидов. Недалеко от этой потери трех нуклеотидов была подобрана последовательность ПАМ и последовательность комплементарная направляющая РНК. Здесь где-то, не помню, где вот здесь, вот есть еще альтернативная последовательность ПАМ, но они выбрали вот эту. То есть всегда можно выбирать из нескольких последовательностей, выясняя, какая из них будет более специфичной и эффективнее работать. Определяется это зачастую экспериментально, заранее узнать нельзя, нужно перепробовать несколько последовательностей. Вот с помощью этой последовательности была собрана конструкция КАС-9 и направляющая РНК. Был проведен разрез. Разрез проходит в трех нуклеотидах от ПАМ. Вот в этом месте был проведен разрез. И дальше этот разрез репарировался, естественно, как мы уже говорили, и негомологичным соединением концов, но и гомологичной репарацией. В результате гомологичной репарацией вместо разреза вставлялась не только три нуклеотида, которых не хватало вместе с дилецией, но и кассета для селекции отредактированных клеток. Их можно было селектировать по экспрессии GFP или по добавлению антибиотиков. А потом, после того, как такие клетки успешно отредактированы и были размножены, то по специальным сайтам можно было вырезать искусственную часть, добавленную в клетки. И что они добились в результате? Они показали, что ИПСК, полученные из пациента, с такой мутацией, несет такую мутацию. После исправления эти ИПСК успешно дифференцируются в эндодерму и дальше формируют нормальную ткань. В дополнительных, здесь неприведенных картинках было показано, что CFTR, белок, экспрессируется в отредактированных клетках, в которых не происходит нормальной экспрессии в случае мутации. И были небольшие электрофизиологические патч-клампы эксперименты, показавшие, что функционирует ионный канал, восстанавливается функция. Мы, тоже рассмотрев эти статьи, выбирая темы для работы, взялись за муковый сцидоз. Что здесь важно подчеркнуть? Что, как вы видите, здесь идет редактирование ИПСК. Значит, если ИПСК отредактированы, должны быть введены каким-то образом клетки в организм человека. И примерно в то же время была очень интересная работа, опубликованная без геномного редактирования, которая показала возможность трансплантации у мышей от одной мыши другой мыши на смеси эмбриональных клеток в легкое. И в этом легком они благополучно заселялись в стволовые ниши, давали рост. Соответственно, одна мышь была зеленая, другая мышь была красная. И вот клетки из зеленой мыши были добавлены в организм красной мыши. И таким образом можно было пронаблюдать флюоресценцию донорных клеток. И можно было показать, что эти клетки там присутствуют, что они функционируют, что они воспроизводят нормальную структуру легкого. Что из этих двух работ следует? Следует, что в принципе можно редактировать клетки ИПСК. Можно клетки, какие-то ИПСК похожие, отправлять, трансплантировать в организм рецепиента. Мы занялись тоже этой работой по получению редактированных клеток. Много работ ушло на то, чтобы получить сами клетки, отработать процедуры, трансфекция процедуры геномного редактирования. Здесь я вам хочу показать, с какими цифрами приходится работать в этой области. В статье ранее упомянутой это были тоже единичные клетки. И у нас тоже получались доли процента эффективности трансфекции для ИПСК. А если смотреть на количество процентов или клеток, которые были, содержали корректно исправленную гомологичную репарацию и последовательность, то это были сотые доли процента. То есть реально очень мало клеток успешно редактируется. Но в случае ИПСК это не представляет такой неприятной, конечно, но не такая большая проблема, потому что ИПСК можно размножить, получить линию клеток отредактированных. И в перспективе мы надеемся, что такие клетки можно дифференцировать в направлении легочной ткани и подсаживать в виде какого-то коктейля клеток в легкие пациента с муковиццидозом. Естественно, на слуху миодистрофия дюшена и бекера тоже часто тяжелые наследственные заболевания. Чем они отличаются с миодистрофией дюшена и бекера в основном? Тем, что дюшена – это заболевание, при котором дюшена нету, а бекера – это заболевание, при котором дистрофин в какой-то форме существует, но работает плохо. Из этого что следует? Следует, что в принципе мутации, которые приводят к прекращению синтеза дистрофина, можно превращать в мутации, которые приводят к дистрофии бекера, текущей гораздо легче. Тут мы используем возможность системы CRISPR-Cas9 просто ломать, нокаутировать. Но нокаутируем мы не ген, а нокаутируем мы кусочек гена, мы заставляем X-зоны, в которых произошла мутация, приводящая к сдвигу рамки считывания, мы заставляем такие X-зоны выпасть и восстановить таким образом рамку считывания. Зачастую это приводит к тому, что получается чуть-чуть укороченный ген дистрофина и белок полностью функциональный. Это можно сделать, либо повредив сайт сплайсинга, либо вырезав полностью X-зон. Можно восстановить рамку считывания введя дополнительную мутацию. Более сложный вариант, но тем не менее такое можно сделать за счет того, что негомологичное соединение концов идет с изменением длины, то делец на делец, все, что называется, минус на минус дает плюс. Можно попытаться восстановить рамку. Ну и наконец можно просто полноценно вставить новую ДНК, используя донорную молекулу для того, чтобы полноценно восстановить секвенс. Есть работы, которые показывают, что это можно сделать, это было продемонстрировано, что такой подход оправдан, работает. Что здесь важно на этом слайде? Что в 25% миофибрил определяется экспрессия дистрофина в 53% от нормы. То есть что важно? В следующем рисунке показано, что это работает на мышечной ткани, а в следующем рисунке показано, что на зиготах это работает. И здесь тоже самое видно, что небольшой процент аллелей или клеток восстановленных приводит к тому, что дистрофин начинает экспрессироваться в достаточном количестве для того, чтобы в целом мышечную ткань восстанавливать. Очень важный и такой оптимистичный вывод из этого следует, что необязательно восстанавливать геном в всех 100% клеток. Достаточно какого-то процента. Вот есть оценки, что для муковисцидоза восстановление правильного аллеля, одного хотя бы правильного аллеля CFTR в 7-8% клеток будет давать уже клинический эффект. По миодистрофии дюшена мы начали такие работы. Чуть раньше мы начали с дисферлинопатиями. дисферлинопатия приводит в том числе к поясно-конеченственной мышечной дистрофии, редкому наследственному заболеванию. Ну, как редкому. Достаточно часто встречается. У нас есть образцы, в которых мутации в 3-м и 26-м экзоне приводят к развитию дисферлинопатии. Соответственно, возможным вариантом терапии является удаление экзонов с мутациями в рамках считывания. Вы видите, в одном и в другом случае нужно удалить по 2 экзона. Вот такие соединения неровные обозначают, что в одном экзоне находится начало триплета, в другом окончании, а вот такие соединения прямые обозначают, что здесь триплет 1 закончился, здесь триплет 2 начался. Поэтому, если мы удаляем эти 2 экзона, то просто восстанавливается рамка считывания и белок становится короче на какое-то количество анимокислот. Есть основания считать, что такой белок будет продолжать работать, потому что для 26-27 экзонов уже даже показано, что он обладает функциональной активностью. Здесь находится некий другой функциональный домен, но их несколько в белке и есть тоже основания полагать, что несмотря на потерю одного из функциональных доменов в белке, он сохранит свою активность, во всяком случае не будет развиваться клинических проявлений. Очень интересное открытие сделали в каком-то же в 16-м году, вскоре после открытия, вскоре после начала геномного редактирования в организмах, не открытие самого Фриспроказ-9, а уже когда это как инструмент использовалось. Был придуман добавить один из белков фьюжн, белков для Каз-9, цицидин диаминаза, которая превращает цитозин в урацил. Если взять Каз-9 и путем мутагенеза убрать у нее нуклеазную активность, то останется только функция таргетного нахождения ПАМа и с помощью направляющей РНК какой-то последовательности РНК. А дальше в зависимости от того, куда добавляется внутри Каз-9, на каком линкере вешается цитидин диаминаза, она в некоторой области будет переводить все G в U, ну а после репарации такие U будут приходить в T. Таким образом не G, прошу прощения, не C. Таким образом происходит конверсия из C в T. Что это позволяет делать? Это позволяет исправлять напрямую мутации, не внося никаких разрезов, не опасаясь офф-таргетной активности и негомологичного соединения концов, просто аккуратно исправлять одну мутацию на другую. Если мы посмотрим в Клинвар, в базу данных клинически зарегистрированных мутаций у пациентов, то мы увидим, что в большинстве случаев это естественно одонуклеотидные замены. И среди этих замен есть какое-то количество замен патогенных и вероятно патогенных. А среди этих замен вот такая структура того, какие мутации были. Соответственно, либо А заменено на Г, либо Т промутировало на С. То есть оба варианта исправляются Д-аминазой. Обратно С в Т конвертируется. 21% таких мутаций может быть, всех патогенных мутаций может быть теоретически исправлены с помощью геномного редактора. Вскоре были открыты геномные редакторы, которые делали конверсию из А в Г, в обратную сторону фактически получается, или из Т в С. И таким образом можно покрыть теоретически еще 47% всех мутаций, зарегистрированных клинвар. Мы провели такую работу, посмотрели, какие бывают редакторы оснований, они называются Base Editors, редакторы оснований, подразумевая, что они аккуратно исправляют один единственный нуклеотид. Но на самом деле, конечно, исправляется не один единственный нуклеотид, а фермент, который проводит конверсию, он действует с некоторой вероятностью в окне. Эти окна немножко разные для разных нуклеаз, и основные усилия генных инженеров сейчас направлены на то, чтобы сузить окно активности фермента. Но, тем не менее, даже с такими нуклеазами мы провели анализ существующих примерно на 2019 год, анализ был проведен, мутации в клинвар, и прикинули, что есть около 21% мутаций, которые могут быть мишенями для редактирования. Какие такие мишени должны быть? Эти мишени должны быть такими, чтобы в окне редактирования вокруг мутации не было других нуклеотидов, в данном случае С, которые могли бы конвертироваться в Т, чтобы случайно не конвертировались вместе с нужной мутацией, вместе с нужным мутированным нуклеотидом, чтобы не конвертировались нормальные нуклеотиды в этой цепи. По нашим расчетам и прикидкам таких оказалось довольно много. Нам, несмотря на то, что казалось довольно много, удалось найти 344 мутации, которые мы вручную фактически отсмотрели на предмет того, что можно отредактировать. Удостоверились, что они действительно патогенные, что по базам данных, по другим источникам информации можно доверять, что это стоящие места для анализа, для дальнейшего редактирования, что они реально вызывают заболевания. И, наконец, что они встречаются не у единственного человека, потому что, конечно, часто бывают записи в Квинвар, что один раз нашли у кого-то. Так вот, таких мутаций в итоге нам удалось найти только три. Одно из них с патологией роговицы мы начали работать, но работа эта все еще продолжается, пока продолжается наша экспериментальная работа, тоже не стоят на месте инженеры, разрабатывая новые, более специфичные генные редакторы, в том числе с более узкими окнами редактирования. Что сейчас можно сказать, что используется как уже таблетка? Ну, конечно, это все-таки в большинстве своем не таблетки, а гораздо более сложная процедура, наверное, даже правильнее говорить для геномного редактирования, но одним словом, что можно сейчас в клинике рассматривать как скорой или уже наступившую возможность применения геномного редактирования. Впервые считается, что редактирование было проведено в 2015 году, как я уже говорил, на тот момент активно использовались цинковые пальцы и таллины, и было проведено взятие клеток костного мозга, модификация Т-клеток с помощью технологии таллинн, для того, чтобы эти клетки смогли распознавать опухолевые клетки у пациента. И такие модифицированные Т-клетки, X-VIL модифицированные, были подсажены обратно ребенку, ну и успешно как будто бы справились с задачей, достигнута была ремиссия. Это 2015 год. Примерно в то же время, в 2015, 2016, 2017 года происходили работы в основном в режиме даже не совсем клинических исследований, а таких экспериментальных протоколов, вот в частности публикация очень сильно нашумевшая, здесь вырезка из отечественного источника научно-популярного, где удалось тоже во взятых клетках пациента отредактировать эти взятые клетки и подсадить обратно, леча эпидермолиз, соответственно, добавляя трансгенную кожу пациенту с булезным эпидермолизом. Китайцы они все время претендуют на то, где и что они делают первыми, как будто бы был в 16-м году, то есть чуть раньше первый случай геномного редактирования с помощью CRISPR у человека. Но нашумевший такой случай инвива редактирования, это 17-й год, у пациента с синдромом Хантера было редактирование именно уже инвивы, не брали никакие клетки, а наоборот доставляли генетическую конструкцию, в данном случае доставляли полный ген с помощью вирусов, которые обладали тропностью к печени, и для того, чтобы вставить этот ген в ТНК пациента, использовали цинковые пальцы вновь. Вставка происходила в структуру гена альбумина, таргетно вставляли в известное место, ну и как будто бы тоже работа достигла успеха, отдаленных последствий, отдаленных исследований мне найти не удалось результатов оценки, но на тот момент вроде бы все звучало очень оптимистично. И опять же здесь очень важно, что для клинического эффекта оценивалось достаточно всего на всего 1% клеток редактированных. Ну а CRISPR впервые было использовано инвиво совсем-совсем недавно для лечения мавроза лебера. Была использована система CRISPR, причем что здесь очень интересно, в какой-то там презентации я готовил в 2016 году было разрешено использование CRISPR-Cas9 для лечения мавроза лебера. Это было специальное разрешение от FDA и уже в тот момент казалось, что ну вот оно в будущем уступило, сейчас начнут лечить. А вот тем не менее новости датируется мартом текущего года о том, что наконец-то человека инвиво CRISPR сделали. В настоящий момент проводится, ну можно сказать, уже довольно много клинических исследований с различными подходами к геномному редактированию. как на основе CRISPR-Cas9 их стало уже ощутимо по пальцам руки, можно считать, а не 1-2. И продолжаются работы с цинковыми пальцами и сталинами. Много очень работ не по наследственным заболеваниям, а по терапии опухолевых заболеваний или инфекционных. Этот обзор, из которого я цитирую таблицу, он вышел в мае, вот только что. Есть еще работа наша с похожим обзором ситуации по клиническим исследованиям, но она вот уже имеет до, и она пока не опубликована, можно почитать, что происходит в этой области на русском языке. Одной из самых распространенных технологий, где используется геномное редактирование, это ВИЧ-инфекция. Существует множество, прямо множество протоколов различных компаний, и несколько из них зарегистрированы в качестве клинических исследований для модификации лимфоцитов, для того, чтобы убрать у них CCR5-ый рецептор, через который в основном входит вирусная частица ВИЧа в клетку, соответственно, нет рецептора, нет заражения. Таких протоколов большинство, но и большинство протоколов, еще раз повторюсь, с онкологическими заболеваниями, где УТ-клеток, УТ-хелперов модифицируется рецептор, для того, чтобы они распознавали опухолевые клетки. Пара слайдов о том, как обстоят дела у самых известных компаний на рынке геномного редактирования, и Edith's Medicine показано, что в настоящий момент идет клиническое исследование Мавроза Либера, о чем упоминали, и еще пара заболеваний. Есть у них, если вы пойдете на эксайд, и другие заболевания, тоже онкологические, инфекционные заболевания, тоже идут протоколы в разных стадиях, но до ранней стадии клинических дошел только Мавроз Либер и еще одно из онкологических заболеваний. А это CRISPR Терапевтикс, те чудесные ученые, которых я показывал фотографии раньше, презентация, они все участники каких-либо стартапов или крупных компаний по разработке клинического применения геномного редактирования, ну и вот CRISPR Терапевтикс и Эдит из медицины одни из самых первых, которые появились и больше всего достигли, вот клинические исследования тоже идут у CRISPR Терапевтикс. Ну а если посмотреть на сайте FDA, то в настоящий момент одобрено сколько 17 препаратов на основе клеточной и генно-клеточной терапии, не все из них здесь с геномным редактированием или вообще с генной терапией, некоторые препараты просто клеточные, но вот последние, которые выделены, эти препараты точно содержат подходы с использованием геномного редактирования, так что ура, есть не только весьма обнадеживающие научные исследования, но и клинические исследования, и есть даже одобренные препараты, то есть реально технология за очень короткий срок, к большому счету, вышла в практику. Что сейчас еще интересного и важного происходит на этом фоне, технически можно редактировать эмбрионы. Технология, понятно, что позволяет это делать. В эмбрионах, безусловно, как и в любой другой ткани, происходит не стопроцентное редактирование и, естественно, не стопроцентная гомологичная рекомендация, то есть есть клетки, в которых не произошло разрезы, есть клетки, в которых разрез был репарирован не гомологичным соединением концов, ну и, наконец, никто не гарантирует того, что будут оба аллели исправлены. Поэтому получаются мозаичные эмбрионы, создает это много проблем, конечно же, технических тоже, но и в первую очередь этических редактирования, геномно-редактирование эмбрионов не разрешено, оно во многих странах ограничено, запрещено и так далее, не утихают этические споры. Технически это делать можно. Ну и китайцы впереди планеты всей в высоких технологиях спорны, не знаю, насколько можно доверять этим данным, как будто бы есть первые дети в Китае, родившиеся после редактирования CRISPR-Cas9 эмбрионов, несмотря на существующие во всем мире запреты. На этом все, спасибо.